Объясните, как оставаться спокойным внутри и при этом жёстким снаружи. Когда закипает внутри, происходит взрыв снаружи. В последнее время стараюсь при конфликтах принимать божественную волю внутри. На момент конфликта быть спокойным не получается. Стараюсь. Могут быть и есть какой-то замечательный секрет, заветный секрет. А секрет очень простой. Во-первых, конфликт – это развитие. Во-вторых, попробуйте сострадать, сочувствовать тому, кто с вами конфликтует. Сочувствие – это объединяет. Потому что слово «любовь» – оно абстрактное. А вот сочувствие и сострадание – это реальный аспект любви. Любовь проявляется в виде единения, сострадания, сочувствия, понимания другого, жертвенности, душевного тепла, радости. Так вот и проявляйте это чувство в момент конфликта. Попробуйте в момент конфликта сказать комплимент тому, с кем вы конфликтуете. Попробуйте продемонстрировать заботу, уважение к нему. Между вами возникнет диалог. В споре истина рождается, привыкли говорить. В споре истина может и умереть. Что такое истина? Это любовь. В споре должна раздаться любовь, объединяющая, меняющая обоих. А если в споре мы ориентируемся на инстинкт, то мы в споре должны раздавить или уничтожить оппонента. Отсюда ярость. Но дело в том, что поскольку мы не умеем конфликтовать, нас не научили. У нас в рефлексах уничтожение оппонента. Поэтому это весьма долгий процесс изменения своих рефлексов. Нужно к этому относиться с пониманием. Это не сразу, это потихонечку. Но вы потом научитесь относиться к конфликту с юмором, с пониманием, с состраданием и с готовностью меняться. И вы должны понимать, что любой конфликт – это ваша возможность развития. Вы должны радоваться этой ситуации. Вы должны понимать, что любая проблема – это возможность показать и проявить себя. А когда у вас нет энергии, у вас паника. Я знаю это состояние. Чем жестче принимаешь конфликт, тем меньше энергии во время конфликта. Когда понимаешь, что конфликт – нормально. Это развитие. Любая проблема – это задача. Ее нужно решить. Она решаема в принципе. Если ее отдали, значит, она уже решаема. После этого начинается нормальное отношение.